Всем привет, друзья, с вами канал AlexPro, и в этом видео я расскажу вам о том, почему не заряжается батарея на смартфоне и планшете, и что же с этим делать. Итак, собственно, как у всей электроники, здесь есть два основных направления проблем, именно в основе них, программные и технические. Ну, что касается программных, то это в основном вирусы, но на долю подобных проблем приходится очень-очень малый процент, я бы даже сказал, меньше одного процента. Поэтому, как бы, да, можно установить антидилы, проверить, если все нормально, то отбрасываем эту проблему сразу же, и переходим к технической стороне вопроса. Итак, первое, что необходимо проверить, это, ну, наличие напряжения, понятно, если есть розетки, то есть все нормально. Проверяем само зарядное, проверяем качество контакта, то есть должно все плотненько прилегать. Затем осматриваем сам шнур, нет ли на нем каких-либо повреждений. Если есть возможность, то проверить это зарядное на каком-нибудь другом устройстве, допустим, взять другой телефон, там, другой планшет, и проверить его. То есть должно загадаться лампочка, понятно, индикация должна быть зарядки. То есть, если проблема именно в зарядном, то, понятно, заменяем или что, или само зарядное. То есть здесь все очень просто. Иногда бывает еще проблема в самих вот этих вот штекерах, ну, то есть они как неплотно прилегают, когда вставляем разъем, да, вот, допустим, вставляем разъем, да, и они там, как бы, немножечко, немножечко шатаются, вот так вот. Ну, в основном это бывает в дешевых китайских разъемах, штекерах, то в таких случаях нужно чуть-чуть поджать сам штекер, он прикупся в виде каким-то другим W-H-м предметом. Так, ну, значит, со штекером и штекером мы разобрались, затем вариант еще с разъемом именно самого устройства, а именно со временем, опять же, в основном, когда, допустим, на зарядке стоит телефон, и мы его используем, там, играем, да, там, дергаем, там, еще что-то, расшатывается сам разъем, то есть раскрывается. Здесь, в таком случае, необходимо просто разобрать телефон, и так же чуть-чуть поджать вот эту вот часть разъема, то есть сдавить немножечко оболочку разъема, чтобы он плотно прижимал штекер. Ну, здесь все понятно. А вот теперь более серьезные проблемы, то есть проблема, допустим, вы играете, играете, ну, или просто, там, используете ваше устройство, а затем оно разряжается, и разряжается так, что потом уже не заряжается. Вот, то есть чем же может быть проблема? То есть, скорее всего, проблема заключается в том, что контроллер, то есть самой батареей полетел, да, то есть проблема такого плана, что остаток заряда контроллер уже не контролирует, то есть он показывает, что батарея разряжается, разряжается, и все, и разряжена в ноль. И после чего мы, допустим, подключаем зарядное устройство, рабочее зарядное устройство подключаем, но батарея уже не заряжается. Так, допустим, когда у нас батарея полностью разряжена в ноль, то есть как мы это узнаем, да, то есть проблема именно в батарее и в самом устройстве. Опять же, нам необходим будет мультиметр, который мы подключим в контакт, мы подключим, проверим именно мультиметр, плюс-минут берем на батарею и проверяем. То есть показывает ноль, то есть батарея разряжена вообще в ноль, то есть даже если мы подключим зарядное устройство, то, скорее всего, заряд не пройдет, так как будут закрыты ключи. В общем, схема будет вовремя, и батарея заряжаться не будет, поэтому нам необходимо будет использовать жалку, для того, чтобы произвести первоначальные зарядные батареи. Кто не знает, где пользоваться, получается, разбудятся контакты на ту длину, ширину разъема, которые нам нужно, есть плюс-минус. То есть мы подключаем вот так вот нашу жалку, вставляем ее и идет зарядное. То есть тут главное не перепутать полярный, то есть саближки плюс-минус здесь и нажавка. Но жалка, скажем так, в последнее время уже не актуальна, потому как, если обратить внимание на шильдике, да, здесь написано 250 мА. Ну, это довольно-таки очень мало, то есть для старых телефонов она, в принципе, подходила. То есть сейчас же 250 мА может просто не толкнуть разряженную вновь батарею. И придется все же брать зарядное устройство, более мощное, чтобы произвести заряд первоначальный. То есть там буквально 10-15 минут нужно нормально зарядить. Потом вставляем батарею в телефон или планшет, подключаем зарядное, все работает, зарядка идет. Что касается еще таких вариантов, допустим, один телефон заряжается, да, нормально. А второй, допустим, планшет, к примеру, подключаем к этой зарядке, показывается, что зарядка идет, но по факту, по факту, планшет не заряжается. Ну, здесь, скорее всего, проблема, опять же, в мощности самого зарядного устройства. Опять же, вот на шильдике, да, вот смотрим, что там написано. К примеру, на этом зарядном написано, так вот, аутфут, то есть выход 5 Вольт, 2 Ампера. То есть это именно мощная зарядка, ну, чисто для планшетов, скажем так. То есть телефон может тоже подкидывать гаража, скорее всего, он будет быстро заряжаться. Вот, но батарея к этому может быть не готова и, скажем так, быстро выйдет из устройства. Желательно, конечно, использовать зарядное устройство, те, которые были в комплекте, с телефоном или планшетом, ну, и не пользоваться другими. То есть, допустим, если мы подкидываем слабенькое зарядное устройство, то у нас оно может просто долго зарядать, да, там, опять же, те варианты, когда мы просто заряжаем через шнур, подкидывая к компьютеру, да, там, или наобоку, через USB, и тем самым заряжаем свое устройство. Вот, то есть такой вариант зарядки, как бы, не рекомендуется, практически никаких случаев. Итак, это основные такие проблемы, которые, скажем так, наиболее часто встречаются. Но есть также еще и проблемы, которые встречаются реже, а именно технически более сложные. Какого плана? То есть, когда у нас уже повреждение идет в самом устройстве? То есть... И вот, для этого мы разбираем, снимаем крышечку далее, да, там, доходим до платы. Нам понадобится, конечно же, вот такой вот мультиметр, ну, или любой другой, понятно, там, он измерял постоянно, напряжение, но постоянно тоже. Так, что мы будем измерять? Значит, нам необходимо вызвонить сначала на разъеме, вот здесь вот на разъеме, где же у нас приходит плюс, да, где, собственно, минус. Но минус, понятно, что на корпусе будет находиться у нас, давай, к примеру, я вам покажу, вот, ставим красный щуп на корпус, да, и вот я уже нашел, где у меня на разъеме идет плюс. Так, вот здесь вот, вот здесь вот, здесь вот 25-36 вольт, да, мы покажем. То есть, это на конец, потому как у меня неправильно стоят щупы, да, то есть, если мы наставим черный на корпус, он будет показывать 5-36 вольт. Здесь на конец. Итак, и затем, используя опять же щуп, вычисляем по схеме, то есть, по основной клаве, где же проходит наш плюс, то есть наша дорога. Вот в моем случае, когда она вот здесь проходила, то есть, сначала, чтобы не буду срывать достанную емочку защитную, то есть, я нашел микросхему. Микросхема была такая вот маленькая, она здесь может быть утина, вот, подобного плана, такая вот маленькая, маленькая микросхема. И занять ее в домашних условиях, в том числе, так, довольно-таки проблематично, если есть у вас только один лишь паяльник. Я бы даже сказал, что это нереально, вот. Получается проблема в этой микросхеме. Ну, полетела микросхема, понятно, что ее не переполеют, то есть, необходимо и менять сразу весь модуль, то есть, модеринскую плату устройства. И же, вот, в моем случае, я кинул, так сказать, в перемычку, о, некоторые, вот, все-таки, топля называют, да, на ручку. Сразу же на плюс батареи, то есть, вот, смотрите, подкидываем сюда и сюда. И у нас в схеме уже показывает 4 батареи. 4, ну, это вот 20, то есть, идет заряд. Так, у нас 5, да. 5, вот, да, пока заедет через схему, то уже 4, вот, я здесь, например, батарея принимает заряд. Ага, то есть, мы бросили батарею, и, естественно, недостаток такого, ну, чтобы заряда батареи заключается в том, что при подключении зарядного устройства, да, то есть, у нас не показывает индикация самой батареи, что идет заряд, сколько осталось заряда, но сам заряд проходит на уровне, все отлично, там, заряжается, в этом никаких проблем нет. Ну, также есть вариант еще, вот, когда проблема в контроле самой батареи, то есть, если вы видите, здесь идут много проводочек, да, два черных, два красных, гауньной и какой-то такой зеленый, да, вариант. То есть, всего 6 проводов. Ну, на самом деле, вот, вся вот эта батарея, она состоит из двух элементов. Собственно, из элемента питания, самой батареи, да, и вот контролер, он вот этим смазнулся и отмечательный. Вот, к этому контролеру из батареи подключаются два провода, ну, плюс и минус. А дальше уже через контролер, на схемка, такая, ну, сладко там идет, и вот уже его входит в эти препараты, чтобы давать индикацию на заряд батареи, сколько там осталось там, до заряда, и тому прочее. Вот, ну, собственно, основные проблемы, то есть, также можно просто-то извлекать батарею, заряжать ее отдельно, потом вставлять, ну, понятно, что это геморрой, особенно, если у вас несъемная батарея. Ну, в моем случае я вот выбрал вот такое вот решение. Ну, что ж, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Можут вопросы, пишите в комментариях. Все, пока-пока, и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok